МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И у нас в гостях Лариса Барыкина. Музыковед, театральный критик, педагог, член Союза композиторов Свердловской области, арт-директор Международного фестиваля современного танца «На грани» в Екатеринбурге. Лариса, проходите. Здравствуйте, Лариса. Никогда еще не давалась мне с таким трудом афиша, как в год театра, столько срывов и обломов. Я цитирую вас. Да. Что так случилось? Дело в том, что финансирование у нас постоянное. Мы очень благодарны поддержке губернатора, потому что получаем всегда грант. Но, как вы понимаете, у нас 9-й фестиваль. Мы существуем с 2008 года. Поддержка случилась позже. Но все меняется, в том числе и цены. И очень много было несостыковок и невозможностей что-то сделать на ту прекрасную сумму, которую мы получаем. То есть количество ваших денег не совпало с количеством ваших желаний? Не совпало. Категорически не совпадает. Поэтому нам, конечно, надо будет что-то придумать. То есть мы не идем на фестиваль? Мы идем на фестиваль, потому что, в принципе, программа, я считаю, все-таки сложилась. Она могла быть, может быть, еще более международной, более такой крутой, в том смысле, что больше было бы коллективов из-за рубежа. Да, поподробнее о тех звездах, которые все-таки приедут. Вы знаете, современный танец – это не то поле, где можно говорить именно о звездах и о чем-то таком гламуре. Это достаточно такой интеллектуальный вид искусства. Но, тем не менее, конечно, там есть очень известные люди. Но, в частности, я слышала, что вы упомянули Клода Бримашона. Это представитель новой волны, той эпохи, когда были Карин Саппорта, Маги Морен. В 80-е годы они начали свою деятельность во Франции. Он ставил в Москву соседей у Перми, в Пермском балете театра Евгения Панфилова. К нам приедет танц-театр из Москвы, один из самых знаменитых, который называется «Балет Москва». И причем не просто приедет. Там существуют две труппы. Одна современная, другая классическая. Впервые они выпустили спектакль, где они соединились. Спектакль называется «Танцпол». Американские марафоны 20-х годов они привозят к нам. Ну, в конце концов, Челябинский театр современного танца, «Файнфайф» из Эстонии, «Дени Плассар» из Франции и так далее. То есть, в общем, будут какие-то известные именно в этом виде искусства имена. А вот сейчас я задам вам... У меня роль такая вот как идиота здесь. Ну, понимаете, есть люди, которые говорят, «Ах, Клод Брюмашон, конечно же, мы пойдем на Клода Брюмашона» и побежали сразу же. А кто-то не знает, что это происходит. Я первый раз слышу, и мне не следует в этом признаться. Я думаю, что подавляющее большинство наших зрителей... Вот фанатка Клода Брюмашона вот с детства. Ну, я занимаюсь всю жизнь танцами. С его детства, безусловно. Слушайте, у нас в городе нет... Так вот, вопрос от тупого человека. Современный танец – это что? Современный танец – это танец, это пластика, это свободная импровизация, это все то, что, в общем, отличается от классического балета. Что тоже танец, но немножко другой. Прежде всего, это искусство нашего дня, то искусство, которое родилось здесь и сейчас, а не 150 лет назад. Подождите, есть Contemporary Dance. Вот мы о нем и говорим. Да, но есть не только он, как современный танец. Что-то я как-то... Но Contemporary Dance так и переводится, как современный танец. Другое дело, что я на фестивале, вот сейчас я вам скажу одну вещь, признаю такую вещь, как разнообразие танцевальных техник, танцевальных взглядов, танцевальных... Ну, у нас от неоклассики до контактной импровизации, если вам говорят что-то, это понятие, до перформансов, которые, в общем, иногда танца почти не содержат. У нас на сцене иногда говорят, иногда показывают видео, иногда датчиками подключены всякие там технологические вещи, и происходит интерактив полный с публикой. То есть все, что связано с современными, в том числе и медиатехнологиями. То есть это все современное искусство. То есть танец не как ритмичные движения, а танец, когда что-то происходит на сцене, а на сцене может происходить все, что угодно. Все, что угодно. Но мне кажется, современный танец, это вообще такая эклектика, действительно, всего, смешение всего иногда совсем не сочетаем. На самом деле, это слово с вами подходит. Я думаю, что современный танец, это прежде всего авторский стиль. Вот у каждого хореографа есть собственное представление о том, что такое современный танец. Чем он мощнее как художник, тем нам интереснее это смотреть. Вот и все. Давайте посмотрим фрагмент Шопен-Карт-Бланш. И объясните, что происходит. Ну, на самом деле, современный танец всегда разговаривает с искусством прошлого. Но не всегда, но очень часто. В данном случае, во-первых, музыка Шопена, которая уже служила для хореографии, знаменитая Шопеняна. Шопен не мог себе представить. Во-первых, здесь у нас звучат некоторые джазовые, так сказать, сдвиговые обработки. А с другой стороны, мы видим людей, которые пытаются сделать то, как это было когда-то прекрасно и хорошо. Но мы живем в другую эпоху, у них не получается. Они говорят по-другому, они говорят другим языком. И поэтому здесь все другое. Но диалог должен быть. Вот тот самый Клод Бримашом, о котором мы говорим, он стоит на Бетховена. Казалось бы, где Бетховен, которому 200 лет в следующем году, и где мы? Но именно вот этот диалог через столетия с современными людьми, которые сейчас это проживают, он интересен. Ну, современный танец так же, как современное искусство. Всегда будет предметом споров, танец это или не танец. Но вот я хочу отметить, что очень видно, что у всех есть хореографическая подготовка. Безусловно. То есть нельзя быть танцором, танцевать контемпорит джаз, например, и не иметь хореографической подготовки. Конечно, это все-таки искусство профессионалов. И, может быть, наш фестиваль этим отличается, потому что у нас выступают именно профессиональные труппы. Мы даем слово совсем молодым. Вот у нас, допустим, показывают свои работы студенты гуманитарного университета, факультета современного танца. Но на единственной стороне, как не дать, своим-то показать возможность. Ну, по образованию спрашивают у них, я современный танцор. Ну, проходи, говорят ему. Какую нужно иметь бэкграунд и какую подготовку, чтобы пойти на этот фестиваль, на какое-то из представлений фестиваля, и при этом не находиться в недоумении постоянном, а получать удовольствие? Ну, послушайте, во-первых, мы, конечно, пытаемся сделать... Вот он, кстати, буклет. Там есть программки, есть какие-то передубления там, да, хотя я не очень люблю. Современный танец говорит о том, о чем словами сказать невозможно, в этом его отличие. И я всегда говорю зрителям, не надо представлять, что вы что-то не знаете, не понимаете. Отдайтесь эмоциональному потоку, настройтесь на какую-то волну. Может быть, потом дойдет, может быть, потом вы выйдете и будете это интеллектуально осмыслять. Но в сам процесс главное не приходить с предубеждением. Ой, я ничего не пойму, я ничего не знаю, я ничего не... Нет. Очень спокойно. Понимаете, каждый считывает ровно столько, сколько сам может. Вот это колоссальная возможность современного искусства. Один человек приведет и посмотрит на современную жизнь, и увидит пятна, а другой увидит композицию, сочетание... Еще один дупой вопрос. А само представление, оно что из себя представляет? Сколько длится с актами, с буфетом, без буфета? Хорошо. На самом деле, это, поскольку у нас учредитель театр, и из всех форматов современного танца, лично я больше всего люблю то, что называется танц-театром, то есть театром танца, то у нас, конечно, представления, которые представляют собой спектакли. Они могут длиться от 25-30 минут до часу. И, как правило, в одно представление входят две постановки. С антрактом. Все хорошо. Не длинно. Можно посмотреть, отдохнуть, поговорить со знающими людьми и сесть, посмотреть дальше. Можно ли пойти на это представление, если ты на балет не ходил, на ансамбль «Березка» тоже не ходил, но вот видел, как на свадьбе кто-то танцует? Да почему нет? Почему нет? Слушайте, у нас будет один спектакль, в котором, я еще раз говорю, танца может быть минимум. Это будет соло, но человек будет рассказывать о том, как он служил в ВДВ. Он устрощик. И это классный спектакль. Он классный спектакль. У нас несколько спектаклей, которые прошли на золотую маску, и этот в том числе. Это такой не смешной стендап, потому что он и говорит, и двигается, но он рассказывает все, мы понимаем про него все. Как он танцовщик попал в армию. Одуванчики спектакль называется. Как они там падали. Хорошо, вот если я прусь от модерн-арта, и, допустим, на Биенале там пасусь, как олень на лужайке, я смогу войти как-то в ваше движение тела? Абсолютно спокойно. Просто свободно, совершенно. Я не безнадежен. Вы кокетничаете. Я видел, как на свадьбе танцуют когда-то. Вы кокетничаете. Но это совсем другое. Я думаю, что, во-первых, все очень разное. Вот это, конечно, сложно сделать анонс, потому что мне что-то нравится больше, кому-то что-то другое понравится. Спасибо вам большое. После короткой рекламы в этой студии появится Александр Гальперин. Рубрика «Здоровье». Рубрика «Здоровье».